Есть! Взяла. Хороша. Подсекаем. А что надо? Наджик может уйти. Красота. Большая сайма дает. Ну просто праздник карди. Наши не бенефис. Шестая. Еще больше. Вот такая вот мадама. Есть? Есть! Сразу же? С первого заброса? Да. Всем привет. Я решил отправиться на Большую сайму. Несколько дней здесь порыбачить с моим напарником. Песика зовут Харди. И серия выпусков об этой рыбалке. Как мы будем искать рыбу. Как мы будем ее ловить. На что будем ловить. Большая сайма славится своими трофеями. Огромное озеро. Огромные водные массы. Соответственно и щука, и окунь. Всем известно здесь. Особым крупным размером отличаются. Даже по сравнению с другими финскими озерами. Их и постараюсь найти и рассказать вам обо всем этом. Честно говоря, думал один поехать на рыбалку. Но мне тут напарник напрашивается. Уже сидит, ждет. Харди, на рыбалку? Да? Любишь рыбу ловить? Большая сайма. Все большое. Корабли даже вот большие. Вот такие вот плавают. Баржи, которые лес возят. Местами даже на самом деле горизонт уходят. Не видно, где край озера. То есть прямо как на море. Просторы огромные. Красота. Ну и конечно рыбу будем искать крупную. Потому что, ну, можешь приехать на большой сами и ловить мелочевку, как бы, ну, несерьезно. Поэтому буду жертвовать количеством ради качества. Харди, ты готов ловить большую щупу? Давай пробовать. Ну, там она сидит, наверное. Довольно мелко. А воблер на двух метрах. Одно ее, да? Подменил. Есть, взяла. Хороша. Подсекаем. Я вам расскажу предысторию этого выхода. Потому что сейчас она уже взяла. Да, Харди. Килограмма три точно. Ах ты, сошла. Ай-яй-яй. Жалко, да, Харди? Хорошая щука, да? Очень хорошая. Значит, я вам сейчас расскажу предысторию этого случая. Значит, я кинул окуневый воблер. Маленький, с сотой примерно. И вижу выход щуки. Вот этой самой. Вот. Соответственно, у меня была окуневая снасть. Ни поводка, ничего. Я подготовил сразу же. Ну, минуты две потратил. Значит, поводочек, струна. И рудра воблер. Кинул туда же. С первого заброса она взяла. Но, к сожалению, сделала свечку. Плохо зацепилась. И, соответственно, сошла. Поэтому, ну, я, конечно, еще здесь огромная площадка. Каменная гряда. Да, я уверен, здесь еще щуки есть. Попробую еще половить. Довольно любопытная такая история получилась. Но жалко, что без счастливого конца. Но все же. Хардик тоже расстроился. Да, Харди? Ну, ничего. Поймаем с тобой еще щуки. Крупные, надеюсь. Ну, конечно, я думаю, второй раз она не возима. К сожалению. Это если вжор был щучий, еще был бы шанс. Что-то какой тут, как будто ударчик. Опа, есть! Опять! Ха-ха-ха! Неужели-то она же? Харди, фу! Фу! Так. Надо же, а? Опять взяла. Хорошая щука. Сейчас опять свечка хочет сделать. Чтоб не делала свечка, я ее заглубляю. А ей к мотору пошла, к мотору нельзя. Плохо опять зацепилась. Хухарди. Давай-ка мы ее все-таки на подсад возьмем. Ха-ха-ха-ха! Есть контакт! Есть контакт! Харди, фу! Вон какая хорошая щука! Ну что, вот красавица! Не такая крупная получилась, к сожалению, на самом деле. Две 400 всего. Но тоже неплохо. Давайте отпустим. Ну, плыла! Да, малыш? Куда уплыла, Харди? Будешь искать? Ну, прекрасно. Вот это было очень интересное приключение, что вышла на окуневый вобер. Я подготовился ее поймать. Она взяла. Потом отошла. Я начал опять обкидывать. И, видимо, все-таки это она же повторно взяла. Очень по размеру на ту похожа. Опять удар. Опять. Хорошая щука. Да. Прекрасная. Еще больше, чем та. Ага, ага. Здесь вам видно? Харди, фу! Фу! Умажаю. Еще больше. Обалдеть. Ух, Харди! Вот и дает. Фу! Сейчас. Будем брать. Бьется так прекрасно. Ух, Харди! Фу! Давай будем подводить, да? Фу! Проблема. Фу! Проблема, вобер нацепился. Это большая проблема. Ее очень сложно увидеть. Если сейчас она дернется, она уйдет. Фу! 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 Ну все. хороший способ был у меня воблер зацепился за 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 сетку и я просто на другую сторону с внутренней стороны как бы под саком ее взял просто как бы перевернул подсак и другой стороной завел неважно же принципе с какой стороны и заводить получилось это крупнее фу сейчас будешь мерзнуть балбес и знаете что на этой щеке огромные порезы от укусов еще более крупные щеки сейчас покажу ну вот такая вот щечка 3 200 а вот теперь посмотрите внимательно какие у нее укусы а так такую огромную щуку пыталась есть другая щука представляете какие здесь щуки ободятся но эту махарди тоже отпустим пошла 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 до хардик скажи пока и какой то еще одна тогда я уже обкидал все этим самым рудрой и начал кидать окуневый воблер окуневым спиннингом и зелана малюсенького 70 воблера примерно что-то тоже из этой же серии он находит такая же здоровая харди ты хоть сейчас никто не не надо помогать постараюсь справиться сам это сейчас утомлять придется потому что снасть очень мягкая очень слабая но чуть поменьше мы воблер ожог ух ты какая дергается головой как бак бак бадается дохар бадается я уже окуня руку не начал ловить там и ездить крупный окон или нет по еще одна и отцепилась смотрите артифу сразу нацепил тоже взвесим ну что еще одна 2 800 на этот раз сайминские солдаты как это как под как все как на подбор в районе трех и ложатся плюс-минус полкило вот вы скажете чёт пес нервничает и уберешь на рыбалку рыбу не даешь на самом деле с ним разговаривал вот я по глазам вижу что он все-таки предпочитает ездить на рыбалку даже несмотря на то что рыбы ему не дают чем дом сидит дохар не очень большая только ты не прыгай дружище посмотрите даже нара не буду поднимать на рудру еле взяла но это уже это примерно полтора килограмма поменьше но факт что четвертое с одного места парни ты видел здоровая какая хорошая была прямо за ним шла ну давайте мы еще раз вот так где-то на тут рядышком давайте выманиваю только что ты ты щеки то и это в июле месяц у нас где-то тут у нас там шла шла и у и тебя вел равномеркой может быть это я не соблазнила надо было твичить возможно вот есть взяла все-таки она красавица он борется классно дохар мы ее подведем это покрупнее подсечем немножко мы тоже не десятка прям скажу хорошая борется повела 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 она видеть еще как взяла так интересно где должна устать уже должна устать значит видите немножко за боком зацепилась да это раз самый крупный за сегодня есть фух давно и так не отрывался под щуки 5 уже и все как эти крокодильчики такие хорошие сейчас буду цеплять 3 900 3 600 прошу любить и жаловать 3 900 с лип гриппом 3 600 я реальный вес ну что вот такая вот караказябла ух красота в этом сезончике ну боролась шикарно такой боец пошла пока пока махнула хвостиком как она боролась у меня не каждая шестерка так борется но очень скорее из принципа не меняя рудру потому что она берет на нее еще экспериментировать хотя признаться для этого места рудра глубоковато все-таки я частенько цепляю траву потому что здесь куча булыжников на глубины примерно полтора метра среднем и трава растет и рудра все-таки траву подцепливает и я приобрели практически все время веду когда ее спиннинг вверх держу вертикально вот иначе просто но я ее там оставлю но ничего ничего я бы поменял бы на что-нибудь более поверхностно например фишки джангл кэт например здесь бы идеально подошел вот но ловлю на него потому что клюет чем меня так вертикально спиннинг держи по 3 чего иногда за равномеркой в общем-то на твич чуть получше берет на мой взгляд все таки равномерку она иногда просто сопровождает как вы видели ранее а так конечно гряда огромнейшая в данном случае метров наверное квадратных 500 я думаю очень большая и вот в этих всех местах здесь она водили присутствует когда перестает цеплять спиннинг опускаю вижу что здесь поглубже немножко ну что интересно на самом деле практически вся щука все-таки была с брелла с максимально мелких мест там где метр примерно чуть больше кидал где два метра где три меня только одна была хорошая там все остальные все-таки прямо ближе к самой мелкоте брали поэтому такая ситуация еще одна еще один крокодил еще больше чем то еле зацепилась у харди еще больше это вообще какая-то мамка ну просто праздник карди нас и не бенефис шестая еще больше но это почему-то упиралась намного слабше чем предыдущая я даже начале подумал что это небольшая щучка 4 700 минус 3 100 4 300 вот такая вот мадама ну просто блин я уже устал где они все туда живут много все отпустил кошмар карди круто мы с тобой щуп таскаем а я уже со счета тоже хорошая но поменьше чуть-чуть но тоже зачетная ну вот такая вот мадама продолжает собой сколько тут этой щуки а я вообще в шоке это еще больше это еще больше это еще больше очередная карди очередная зверюга все меня сил уже нет у меня эмоции уже рабочий процесс уже прошел пошел уже язык заплетается руки трясутся 3 700 очередная зябана 3 700 как на подворсе а малыш харди ну уже пора уже успокоиться не заскучали от одного и того же вид трофейных щук не кончились есть еще я не помню какая по счету потом на видео посчитаю тоже такая трешка я так понимаю по меркам саймы это примерно я так понимаю по меркам саймы это примерно то что ки ложка считается 2 700 обычная ну что кажется мы с напарником отлично поохотились до харди как считаешь ты помогал как мог молодец все еще разобрать поедешь надеюсь было интересно полезно с вами был канал рыбалка финляндия то да я не не забывайте подписываться буду рад всем пока а а а а а а а а а